Всем привет, меня зовут Женя, мне 31 год, я играю в доту с 2003 года, во второй доту с 18, и недавно мои зрители попросили меня поделиться моими топовыми персонажами с самыми высокими уровнями в дота плюсе. Подпишись и присаживайся поудобнее. Неделю назад у Valve были какие-то баги в работе дота плюса, и они в качестве извинений всем подарили по неделе подписки. Так как я сам уже год ее не оплачивал, потому что преимущества для меня не окупались, то для меня это была отличная возможность продемонстрировать вам те уровни, которые у меня были год назад. Ну что, погнали! На первом месте у меня Пугна, я на нем сыграл 600 игр, здесь 29 тир, если бы я оплачивал доту плюс, то был бы даже 30. Пугна – это мой самый любимый герой, наверное, я его больше всего люблю за возможность шотать любого вражеского героя без контроля в соло, то есть даже если ты саппорт пятерка с одним слотом или вообще даже с голым ботинком. Герой очень сильный, классный, обожаю его. Я пикую Пугну обычно в четверку, делаю линзу, дальше какие-нибудь подсейваю по ситуации. Помимо всех его скиллов, про которых я как-нибудь сниму отдельный гайд, отдельного внимания, конечно, заслуживает вард третий скилл, который наносит магический урон при каждом касте. Вы удивитесь, но если смотреть статистику игры после окончания, то видно, что лично я этим вардом наношу сравнимый урон с уроном от первого скилла и от ульты. На втором месте у нас Мирана, на ней я сыграл около 500 игр, на ней также 29 тир, потому что я ее в последнее время, в последнее время действия подписки Дота Плюса брал чаще, и тоже она мне очень нравится. К сожалению, сейчас это очень слабый герой, я пикаю ее просто потому, что у меня к ней давняя любовь еще со времен третьего Варкрафта, но по факту есть куда более полезные саппорты на четвертую позицию. Третье место занимает Варкрафта, смотрите, какая у меня няшечка красавица, очень-очень тоже ее люблю со времен первой доты, сейчас если пикаю, то пикаю обычно в четверку, собираю через шарт, блинг и дальше форс, глимер или что-нибудь на урон, если команде не хватает урона. Кору ВР-ку я почти не беру, потому что просто у меня не очень хорошо получается на ней играть, я не могу по таймингам вынести нужные слоты, и когда у меня появляется, например, Майл Шторм Блинг, то мне уже не хватает урона, вернее как, урона хватает, но меня контролят. Когда я покупаю БКБ, мне уже перестает хватать урона, пока я покупаю что-то на урон, враги становятся плотнее, или мы вовсе умираем, или враги уже начинают меня пробивать даже через БКБ. Поэтому спокойненько, ВР-очка на четверочке с большим удовольствием, единственная проблема, что анлок арканы идет по урону от ульты, а так как я играю даже без дживелина, то этого урона за всю игру не особо много, а там, прикиньте, надо 2,5 миллиона урона нанести, чтобы открыть второй стиль. На четвертом месте у нас находится Лина, у меня на ней 300 игр, и винрейт ровно 50%. С Линой интересная история, герой мне давно нравился, но я стеснялся ее пикать, когда только начинал играть во вторую доту, потому что никак не мог попасть юулом, и это, знаете, так позорно, когда ты даешь юул на Лине, который ты долго и мучительно нафармливал на четверке, а потом не можешь под него дать стан. Но потом на Лине начали играть через линзу саппорты, мне такой билд нравится больше, и я перестал заморачиваться. Ну и в принципе более-менее пользоваться станом под юул тоже я научился, у меня получается в 90% случаев. Лину я люблю за ее огромное количество дамага, за то, что она в принципе такая красивенькая, за то, что контроль есть, и за то, что может бить и с тычки, и в общем-то магией. Пятое место занимает Мереско Дарквиллу, на ней у меня 220 игр, винрейт 48%. Это герой, который мне начал нравиться относительно недавно, где-то года два назад, и я прямо потратил много времени на то, чтобы научиться им играть. Меня потрясает, что на первом уровне ульты там она может за тысячу урона нанести, если висп прям все-все свои тычки даст по врагу. Смажем это все еще станом с третьего и первого, и супертычкой со второго, и получается вообще замечательно. Плюс этот герой скейлятся в лейт за счет аганима, только не надо его первым слотом делать. И то есть вы сначала ебашите с одной магической ульты, а потом уже с аганимного второго скилла. Плюс еще есть дополнительный суперконтроль со второй ульты, и герой на самом деле выглядит очень привлекательным. Но есть одна проблема. Мереско супертонкая, при этом ей нужно постоянно быть рядом с врагом, если вы хотите внести много урона с ульты. А у меня не получается постоянно быть рядом с врагом, как только у меня заканчивается второй скилл, меня тут же убивают. Поэтому я какое-то время на ней играл через первый и третий, через линзу, и шарт, и стоял вдалеке, просто больше давал контроль, чем вот урон с ульты. Но таким образом потенциал героя реализуется не полностью, и это не очень хорошо. Ну и собственно мой винрейт показывает, что это не очень хорошо, и поэтому я сейчас ее беру не очень часто, хотя она мне очень нравится. На шестом месте у нас находится Огр Маг, у меня на нем 132 игры, и винрейт внезапно 59% даже не ожидал. Мне нравится этот герой своей простотой. Простой стан, простое замедло, простой блатласт, простой мультикаст. И еще мне очень нравится, что если игра хорошо пошла вначале, то можно сделать медасик, и уже где-то за 5 минут его окупить, начать делать какие-то другие шмотки, и даже будучи пятеркой, быть супер полезным. Нужен какой-нибудь контроль, делайте хекс. Не нужен контроль, можно в ауру собраться. Нужны подсейвы, собрали глимер там, или форсик. Нужно как-то контролить вражеских ранджевиков. Сделали алибарду, и просто все они стоят 5 секунд, ничего не могут сделать. Потрясающе, очень простой герой. Единственное, я не очень люблю на нем лайнинг, потому что он милишник, и я на милишниках сам почти не играю. На седьмом месте у нас находится Квапа. Ой, ну посмотрите, какая красотка, просто вау. Меня тут, кстати, спрашивали, какие арканы, я считаю самыми классными. Я вот Квапу забыл упомянуть, а она определенно входит в топ-3. Ну просто красотулька. Второго стиля у меня пока нет, потому что я играю на ней не так часто. Вот, кстати, у меня 170 игр на ней, и винрейт 50%. И я ее пикаю также обычно в четверку, потому что в меду я не играю. Квапа объективно не самая сильная четверка, но мне очень нравится, что она мерзкая на лайнинге. То есть вот ты даешь свой даггер по кулдауну, и просто там стонет и саппорт, и кор. Но потом, к сожалению, по замесу она очень сильно теряется, потому что урон у нас могут и кор выносить. А ты со своим дротиком третьим и ультой, ну не знаю, как... Не особо ты и полезным становишься. И дальше нам на помощь приходят предметы. Раньше мне очень нравилось собирать на Квапу Аганим, потому что он уменьшал кулдаун ульты. Но сейчас он работает по-другому, и в общем-то своих денег не стоит. Очень классной сборкой на Квапу я считаю весел первым слотом, потому что ваш дротик плюс весел очень-очень много дамага дают врагам. Ну а после весела обычно все по ситуации. Я беру либо и ульчик, либо хекс, либо, если нужно подсейвы, глиммер или форсик. Либо, если фокусит меня, то айон диск или, может быть, даже линку. Я из всех сборок так и не смог для себя выделить какую-то крутую и идеальную. И на самом деле все еще в поисках. Если вы играете на четверке Квапе, расскажите, через что вы собираетесь и насколько довольны своим айтем-билдом. На восьмом месте у нас находится Дровка. На ней я сыграл 165 игр, у меня винрейт 55%. Однако в последний раз я ее пикал, по-моему, в апреле 2021 года. То есть уже больше года на ней не играю. Мне очень она понравилась после реворка, когда у нее ультой можно было убивать с одного выстрела крипов и иншей. Я тогда прям очень сильно кайфовал. Но постепенно ее нерфили, нерфили, нерфили. Плюс, как я вам уже говорил, я на кэре обычно не играю и с друзьями мы перестали играть на этом аккаунте. Поэтому, несмотря на то, что Дровка мне по-прежнему импонирует, беру я ее, ну, если не редко, то даже не то чтобы редко, а по сути никогда. Но у меня есть на нее аркана, блин, она такая красотка, просто вот тоже еще одна аркана, которая вполне может войти в топ-3 самых красивых. Но, к сожалению, я на ней не играю. У меня есть, знаете, шальные мысли попикать Дровка в четверку, потому что у нее и ульта будет полезная для рейнджовых кэрри, и сало просто офигенное, если его максить в начале. Но мне кажется, меня союзники не поймут, поэтому вот такие дела. На девятом месте у нас находится Рубик, когда я только начинал играть во вторую доту, мне очень-очень нравился этот герой. Я прям так кайфовал, что можно одно украсть, второе, третье, что можно собрать агоним и вообще там что-нибудь такое дать с агонимом. Но постепенно я начал замечать, что мой импакт по игре на этом герое не особо сильный, потому что начинается замес, условно, я не знаю, Дизраптор дает свою ульту, а я уже до этого, 3 секунды назад, украл, например, дротик Квапы. И вот наши союзники стоят в ульте Дизраптора, а я даю дротик. Ну, как вы понимаете, эти скиллы просто несоразмеримы. Плюс у меня довольно много лузов было на Рубике, то есть у меня сейчас на нем 176 игр и винрейт 46%. Поэтому я смирился с тем, что просто герой для меня сложный, и этот герой, он требует терпения. Вам не нужно по кулдауну все воровать, вам нужно дождаться, когда нажмут в замесе нужную кнопку и потом сразу же ее украсть. А я, у меня этого терпения нет, замес начинается, я сразу что-то такое краду, а потом начинают суппорты кастовать ульты, а у меня все в кулдауне. Еще мне очень нравится, что сейчас у Рубика очень сильно уменьшили кулдаун ульты на 18 уровне, потому что раньше ему, чтобы быть полезным в лейте, нужно было собирать аганим. Сейчас аганим, конечно, тоже полезный, но вы вполне можете играть без него, потому что кулдаун воровства с пылов у нас всего 4 секунды. Герой очень классный, то есть у меня на нем даже полностью разлоченная аркана, я очень обрадовался, когда он победил в голосовании, но, к сожалению, сейчас я на нем не играю, потому что... Ну, криворукий, потому что... Десятое место занимает Скаймаг, у меня на нем 156 игр, винрейт 46%. Скаймага я распробовал не сразу, я изначально очень боялся на нем играть, потому что, ну, герой с большим количеством кнопок, мне тупо не хватало реакции. Но потом, когда я увидел, как Скай четверка в соло убивает почти любого героя, по сути, если у него сначала есть Атос, а потом Атос и Хекс, даже в глубоком лейте, и мне очень захотелось научиться на нем играть, и я периодически до сих пор его беру, но все-таки, наверное, Скай это больше мидер, чем четверка, потому что он очень требователен к таймингам предметов. То есть тот же Атос у тебя должен быть, ну, я не знаю, от 15 до 20 минуты, а ты далеко не всегда можешь его нафармить на Скайе, потому что тебе надо ходить с командой, ну, если мы про четверку говорим, и так далее. У меня была как-то игра, когда мне удалось зарашить Атос и Хекс, и я смог даже убить верткую VR-ку, верткого Тинкера, там, даже антимага убивал, и это прям ни с чем не сравнимое удовольствие. Но, к сожалению, такие игры бывают не часто, как правило, я все-таки становлюсь довольно бесполезным уже после 20 минуты. Паскаю, несмотря на то, что у меня отрицательный винрейт, разрешите, дам вам пару советов. Если вы пикаете его в саппорта, то на 15-м вам нужно брать талант на Сало, а не на 2 Аркейн Болта. Урона в команде, как правило, хватает, а вот Сало, который висит, по-моему, 7 секунд, а откатывается с талантом 5, это прям очень-очень круто, сильно решает. Можно выключать Конт Лимона, Шамана или Дизраптора. А второй совет касается прокаста. Я считаю максимально правильным прокаст в следующем порядке. Вы должны начинать с Сало, чтобы, во-первых, враг не ушел, а во-вторых, чтобы он получил максимум урона. То есть мы даем Сало, Атос, Ульту, Первый, Второй и еще раз Первый. У меня почти всегда получается это делать. Единственное, что я сначала даю Второй, а не Первый, но надо давать Первый, Второй, Первый, потому что вот вы дали Первый, а потом нажимаете Второй, пока вы это прожали, Первый снова откатился. И вы просто сможете больше птичек давать. Вот, короче, герой классный, очень мне нравится, но у меня не очень хорошо на нем получается. На 11 месте у нас находится Леон. Так, а что это он у меня без шапки? Секундочку, вот, другое дело. У меня на нем 108 игр, винрейт 51,8. И я сейчас не то чтобы суперчасто на Леоне играю. Я раньше пикал его, когда мне на жетонах выпадала пятерка, потому что я считаю, что это очень полезный, эффективный герой. И еще на нем довольно интересно играть. Он раздражающий на лайне, он полезный в мидгейме, в лейте можно выйти в аганим. Хотя я обычно, кстати, не выхожу в аганим. Мне не нравится играть на Леоне через аганим, потому что, на самом деле, там, блинг, шарт, например, линза, глеймер, форсик, все это делает тебя гораздо более полезным, чем условный аганим. Играю я на нем, ну, кстати, не на четверке, а, как правило, на пятерке. Пару раз пробовал играть на медовом Леоне. Кстати, не помню, чем это все закончилось. Вот, еще я слышал интересные мысли про то, что Леона можно брать в тройку, потому что, ну, вот что нужно от тройки? От тройки нужна инициация и контроль. Ну, да, нужна еще танковость, но, по сути, если вы хорошо синициировали, то танковость вам не нужна. И вот Леон у него есть инициация, и контроль еще и дамагом поддержит, еще и может повысасывать с БКБ, так что пару раз я его пикал в тройку, и выходило даже неплохо. И на почетном двенадцатом месте у нас находится красавчик Oracle. У меня на нем сто, ровно сто игр, винрейт сорок девять процентов. Одно время я очень-очень любил на нем играть, потому что герой суперполезный, мегауниверсальный и, так сказать, многофункциональный, как раскладной ножик. То есть, например, первый скилл — это, во-первых, руты. Во-вторых, диспелл отрицательных заклинаний с себя и команды. В-третьих, диспелл положительных заклинаний с врагов. Условный Вендран можно диспелить, ДТ-шку можно диспелить. В-третьих, можно начать кастовать первый на союзника, он врывается во врагов, и они потом еще получают руты. Ну, кстати, не помню, получают ли они диспел или нет. Второй — это тоже функциональный спелл. С одной стороны, стопроцентный маг-резист, с другой стороны, дизарм для врагов. И прям и то, и другое очень-очень круто. Третье — это и дамаг, и хил, и хил в ульте. И, кстати, третий наступил в Ураку, что он может где-то за 6 секунд уносить порядка 900 магического урона на 7-м уровне, что, согласитесь, очень-очень много. Ну и ульта. Ульта — это, конечно, не имба, но это вещь, которая переворачивает замесы. Это то, за что Ураку ненавидят его враги, и это одна из причин, почему Ураку в замесах очень часто фокусят. Поэтому вам надо либо держаться супердалеко, либо носить под сейвы, либо айончик держать. Ну, короче, если вы не успели ульту прожать, то вы зафейлили в общем-то игру. Из-за того, что у Ураку много скилов, которые могут как перевернуть замес, так и заруинить его, я перестал на нем играть, потому что несколько раз у меня были ситуации, когда я не успел засейвить, несколько раз я не очень удачно давал второй спайл, несколько раз третий неудачно давал, и в итоге меня немного гадости наговорили, и я понял, что вот я не хочу такой ответственности в игре. Я говорил это в видео про Тазла, и вот в видео про Ураку все то же самое. Но я очень уважаю тех, кто его пикает, кто на нем хорошо играет. Ребята, вы большие молодцы, держите мой лайк. Ну, после этого хотел бы еще раз вас поблагодарить за то, что вы досмотрели это видео до конца. Скажу вам честно, я не ожидал, что оно получит, что первая часть получит так много просмотров, и мне приятно, что вы готовы слушать меня даже там по 6-7 минут, и в общем-то это внушает мне определенную веру в то, что когда я начну снимать большие видеоролики на ютубе, вы тоже будете готовы их смотреть. Но я с вами прощаюсь, если вы досмотрели до конца, но до сих пор не подписались на меня, то вы знаете, что делать.